Уважаемые телезрители, добро пожаловать в Ливерпуль на Энфилд Роуд, где 31 марта 2001 года Ливерпуль принимал команду Манчестер Юнайтед. Согласитесь, очень неплохая игра в том плане, что обе команды претендовали в этом сезоне на многое. Но у кого-то это получилось, у кого-то нет. Могу сказать, что манкунянцы заняли все-таки первое место в турнирной таблице, но ливерпудлянцы третьими. Итак, в этом матче, ну не скажу, чтобы решалась судьба всего чемпионата, но тем не менее, Стивен Джерард сейчас на ваших экранах был. Он еще тогда выступал под 17-м номером, и ему было всего лишь 20 лет. Он только-только становился лидером команды. Эмиль Хески на ваших экранах, этот футболист оставил тоже достаточно яркий след в истории Ливерпуля. Ну а манкунянцы, как вы обратили внимание, играют не в самой своей обычной форме. Они играют в бело-черной, хотя цвета у них красно-бело-черной, но тем не менее. У них на тот момент была гостевая форма именно такой раскраски. Итак, составы играющих команд. Начнем с хозяев, с Ливерпуля. Сандер Вестервелл в воротах. Маркус Бабель. Стефан Эншо. Сэмми Хюлпе. Джейми Карагер. Дэнни Мерфи. Стивен Джерард. Дитман Хаммон. Патрик Бергер. Эмил Хески, но вы его уже видели. И Робби Фаулер. Команда Манчестер Юнайтед выставила на игру следующий состав. Фабьен Бартес в воротах. Фил Невилл. Гарри Невилл. Уэсли Браун. Все знакомые фамилии, не правда ли? Ну, не все остались в команде, но тем не менее. Деннис Ирвин. Дэвид Бэкхэм. Ники Батт. Рой Кин. Который сейчас является наставником Сандерленда. Райан Гиггс. Тедди Шерингем. Дуайт Йорк. И Михаэль Сильвестер. Вот в таких составах вышли играть команды. Но сразу же обозначилось преимущество Ливерпуля. Ну, здесь, конечно же, играет фактор своего поля. Конечно же, они пытаются сейчас им воспользоваться в полной мере. Но насколько им это удастся, мы узнаем в конце игры. Ну, а пока Сандер Вестервелд будет выносить мяч из своей штрафной ударом от ворот. Сильный, довольный удар. И ливерпулянцы сразу же бросились к этому мячу. На ваших экранах Дэнни Мерфи. С таким встретиться на пустынной дороге, наверное, будет страшновато. Один его внешний вид говорит о том, что он грозен как никогда. Ну, что ж, самое главное, чтобы его энергия пошла на нужные цели, на нужные Ливерпулю очки. Но пока манкунянцы атакуют, довольно неплохо они взаимодействуют. Удар по воротам. О-хо-хо! Вот это момент. А вы знаете, Вестервелд, наверное, бы не взял этот мяч, если бы. Вы видите, он до него не дотягивался. Дуэт Йорк был на острие атаки. На ваших экранах сами Хьюпя. Тогда он в Ливерпуле играл еще под 12 номером. Сейчас, напомню, на его футболке красуется цифра 4. Но каждый выбирает себе номер по душе. Матч проходит под аккомпанемент проливного дождя. Вы видели Бэхэма, который отыграл мяч Кину. И назад на своих игроков обороны сыграли сейчас футболисты Манчестера. Еще одна подача. Надуает Йорка. Тот хорошо сбрасывал мяч, но его опередили. Вы знаете, непонятно, что сейчас повергло в возмущение футболиста Ливерпуля. Но, тем не менее, штрафной был дан в сторону именно красных. Вообще, очень любопытное противостояние красные и красные дьяволы. Только одни в красной, другие в белой форме. Манчестер сейчас владеет мячом. Пытается очень сильно растянуть оборону Ливерпуля. Но, к сожалению, им это не удается. Но, к сожалению, естественно, для поклонников Манчестера Юнайтед, коих в мире достаточно много. И, на самом деле, они настолько привержены команде, что удар по воротам, ну, вы знаете, здесь отчасти повезло. Манкуньянцам, потому что опасность была очень и очень серьезной. Сами Хьюпе. Вот обратите внимание. Сами Хьюпе какого роста и какого роста Фабьен Бортес. Подача в штрафной удар, поворотом. И Бортес здесь играет очень и очень надежно. Ну что ж, скажем так, пока, пока Манчестер Юнайтед не удается создать сколь-нибудь серьезной опасности у ворот команды Ливерпуль. Но зато хозяевам уже удалось нанести один опасный удар. Ну вот, если только не брать в расчет удар Дуэта Йорка, который был до всего момента, там, да, там, возможно, его можно было бы классифицировать как опасный, но он же прошел выше ворот. И там вратарь уже ничего не мог бы сделать. Ну что ж, манкунянцы сейчас с мячом и пытаются, пытаются перейти на половину поля Мерсисайдцев. Пока идет перепас, но, вы знаете, вот этот матч все-таки не совсем характерен для Манчестер Юнайтед, образца того сезона. Напомню, что манкунянцы в том сезоне стали чемпионами, но опередили Арсенал всего лишь на одно очко. Вы представляете, какая там творилась борьба? Но что могут себе поставить в заслугу манкунянцы, так это количество побед. Из 38 матчей победы были одержаны в 24-х. Ну что ж, сейчас стандарт в исполнении манкунянцев привел к исполнению второго стандарта, а именно угловому удару. И пошел его исполнять, ну естественно, с левого фланга Дэвид Бэхэм. Подача в штрафную и... Нет. Бабель выносит мяч из своей штрафной. Ну что ж, пока ливерпудлианцам удается сдержать натиск гостей, посмотрим, насколько их хватит. Подача в штрафную и опять вынос мяча из нее. Вы знаете, Уэсли Браун, вот сыграв в этом эпизоде, наверное, чуть-чуть поторопился с ударом. Почему я говорю, что поторопился? Возможно, ему стоило бы принять его на ногу и тогда уже бить. Была очень хорошая возможность для взятия ворот. Но что случилось, то случилось. По-прежнему счет не открыт. Ноль-ноль. В тот год можно сказать о том, что команды обе... Ну, ливерпудлианцам я напомню вам, уважаемые телезрители, еще ни разу не удавалось завоевать титул чемпиона премьер-лиги. А Манчестер сделал это достаточное количество раз. Те, кто интересуется английским футболом, те это знают. Итак, у Ливерпуля была одна цель. В этом матче конкретно победить. Ну, ливерпудлианцы всегда ставили себе цель победить в каждом матче. Другое дело, что это не всегда удавалось. Вот на ваших экранах был Патрик Бергер. Ну, этот полузащитник сборной Чехии был... Ох, какой момент! Обратите внимание, и опять Фабьен Бортес вступает в игру. Сэмми Хюйпе бил поворотом, и Бортес отразил этот удар. Ну что ж... А теперь тут же контратака. Удар поворотом! И здесь Вестервелл вступает в игру. Райан Гиггс бил. Да, Райан Гиггс... Достаточно серьезно, скажем так, настроился на эту игру. Хэски с мячом... Подача в штрафную, и... Вынесли все-таки мяч манкунянцы. Давайте посмотрим, чем у них закончится оборона, а у ливерпудлянцев атака. Кто же окажется сильнее? Ну, обратите внимание, Рой Кин злой на всех и вся. Ну, может быть, здесь играет роль и плохая погода, и еще что-то. Но, тем не менее, своим партнером он в этом отношении напихал достаточно прилично. Оффсайд. Эмель Хески оказался в нем. Ну, и теперь... Фавиен Бортес будет вводить мяч в игру. Ну, манкунянцы не спешат. Действительно, гостевая ничья – это не самый плохой результат. Поэтому они не торопятся с форсированием событий, а пытаются как можно дольше держать. Какой удар получился у Стивена Джерарда. Запомните, уважаемые телезрители, на 16-й минуте это произошло. Классный удар у него получился. Просто классный. Практически в девятку. Бортес до него так и не смог допрыгнуть. Да. Стивен Джерард 1-0. Ну, что ж, уважаемые телезрители, могу вам сказать, что тогда уже Джерард отличался подобными ударами. И впоследствии все стандарты, которые исполнялись этой командой, стали его прерогативой. Да, Бортесу остается только сожалеть о том, что он не дотянулся до мяча. Но, вы знаете, здесь, в этом случае, наверное, можно говорить о том, что удар получился из разряда таких, которые не берутся. Ну, что ж, футболисты Ливерпуля теперь, естественно, воспряли духом. Но, к сожалению, только не совсем точно в завершающей стадии они действуют, а так упрекнуть их не в чем. Фабиан Бортес выносит мяч из своей штрафной. И здесь ливерпудлянцы выбивают его на половину поля монкунянцев вновь. Ну, что ж, первый гол состоялся. Давайте посмотрим, что же будет впоследствии. Эмил Хеске сейчас провинился, и у него, естественно, настроение после этой ситуации не очень. Поскольку мяч-то достался сопернику. Монкунянцы идут вперед. Удар поворотом. Рой Кин бил. А вот дуэт Йорк к мячу-то не успел, а. Вот в этом моменте как раз и можно было забить ответный гол, которого, не сомневаюсь, ждали все поклонники Манчестер Юнайтед. Но футбол не терпит сослагательного наклонения, а посему гола не состоялась. Джерард навешивает штрафную. Ох-ох-ох. Опасный момент, кстати говоря. Еще один удар. Но здесь защита сыграла выше всяких похвал. Патрик Бергер. Бергер. Но у него страшное левое. Когда на чемпионате Европы в 1996 году сборная России играла со сборной Чехии, Бергер зарядил, наверное, метров с 35 и попал в штангу. Звон, наверное, слышался за пределами стадиона. У него страшные силы удар. И, конечно же, об этом знают футболисты. И Манчестер Юнайтед, и Ливерпуля и пытаются его задействовать. Но позиция Бергера левый полузащитник, поэтому ему не так уж часто удается бить поворотом. Его задача быть распасовщиком. Роберт Фаулер на ваших экранах был. Хорошо убрал. И вы видите, в каком единоборстве он проиграл этот мяч. Ну что ж, манкунянцы, несмотря на то, что проигрывают, отчаянно пытаются внести изменения в ход игры. Но, откровенно говоря, получается у них не очень. Хотя, вроде бы, мяч под контролем. Все у них в порядке. Но, тем не менее, что-то у них не получается. Фил Невил на ваших экранах был. Вот он-то сейчас и провинился. Да, очень такой непростой удар. Естественно, как судья решит, естественно, желтая карточка. Ну, так, конечно, нельзя вести себя по отношению к партнерам по ремеслу. Нам еще раз показывают этот гол великолепный Стивена Джерарда. Ну, вы знаете, Джерард на самом деле действительно стал знаковой фигурой для Ливерпуля. И теперь его без всяких оговорок можно называть его лидером. Ох, какой пас! Вот Фабиен Бартес после этого эпизода что-то говорит своим защитникам. Он успел среагировать на этот удар. Но, тем не менее, защита так играть не имеет права. Манчестер сейчас пытается опять выполнить контратаку, но пока с выполнением ее, ну, скажем так, не очень ладится. Мяч опять оказался на стороне Манчестера. И они вынуждены начинать снова со своей половины поля. Перехватывает мяч Ливерпудлянцы и Мельхески. Этот нападающий, как я вам уже говорил, оставил, ну, значительный след в истории Ливерпуля. Так же, как и Робби Фаулер. Кстати говоря, у Фаулера это был последний сезон после непрерывных девяти... Вот он на ваших экранах. Робби Фаулер после девяти проведенных сезонов в составе Ливерпуля Ливерпуля ушел в другой клуб. Он оказался в Манчестер-Сити. Ну, видимо, на тот момент бизнес-отношения сыграли большую роль, чем преданность человека одной команде. Он был продан за 11 миллионов фунтов стерлингов. Согласитесь, уважаемые телезрители, очень неплохая цена для этого нападающего. По крайней мере, он только, скажем так, входил в расцвет своего таланта и, соответственно, уже имел определенную стоимость на трансферном рынке. Его оценили за 11 миллионов, но, мне кажется, на тот момент он стоил несколько больше. И вот потом уже, после того, как Фаулер побывал... в Манчестер-Сити, он снова пришел в Ливерпуль на сезон. Ровно на сезон. В качестве свободного агента, поскольку Манчестер-Сити у Лидса выкупил его за... уже 6 миллионов. Немножко цена его упала. Ну и потом, опять-таки, в качестве свободного агента... Но не видел ему Рафаэль Бенитос места в основном составе, поэтому и ушел Фаулер из команды. Теперь он защищает цвета Кардиоффа. Вы знаете, уважаемые телезрители, наверное, все-таки таких людей, которые столько времени отдали клубу, нужно всеми силами сохранять для него. Ну, прежде всего, хотя бы для того, чтобы с него брали пример молодые. Давайте вспомним, сколько лет Челси отдал Деннис Уайс, капитан команды. 11 лет. Но, тем не менее, вот еще одна карточка. Так что будьте любезны, получите. Да, достаточно жесткий стык был. Микки Батт пострадал в этом эпизоде. Мерфи получает желтую карточку, получает, на мой взгляд, по делу, поскольку вот таким подкатом можно и ноги оторвать, как говорят футболисты. Но, тем не менее, вот подобного рода подкаты все равно присутствуют еще и до сих пор, а не только в те годы. Ну что ж, ливерпудлянцы достаточно жестко принимают монкунянцев у себя на половине поля, не гнушаясь, скажем так, жесткими, а иногда порой переходящими в жестокие стыки. Тем не менее, пока преимущество 1-0, которое есть у Ливерпуля, выглядит, ну, скажем так, весьма шатко. Монкунянцы пытаются изменить ход игры, но, тем не менее, у них получается это крайне слабо. Ох, какой вынос сейчас, какая свеча. И, что ж, футболисты Ливерпуля не смогли развить эту атаку, которая могла бы возникнуть после этой передачи. Ливерпудлянцы идут вперед. Отличный стык и... Нет, не успел Робби Фауля. Тогда он был капитаном команды и одним из лидеров. Причем как формальных, так и неформальных. Спокойное течение вот этих минут не должно вас вводить в заблуждение, уважаемые телезрители, поскольку в этом матче возможно все. Взрыв эмоций, взрыв, скажем так, игровой. Здесь все может быть. Ведь, скажем, взорвался Ливерпуль ударом Стивена Джерарда. И он даст их цели, и, пожалуйста, уже 1-0 в пользу Ливерпуля. Но манкунянцы с этим не согласны. Они пытаются... Рой Кин. Вот, кстати говоря, в этом матче роль Роя Кина не очень, скажем так, заметна. Поскольку Кин всегда является лидером команды и на тот момент капитане в Манчестер Юнайтед, он пытался всегда встряхнуть своих партнеров. Но вот, возможно, как говорится, это был не его день, и в этом матче он выполнял, скажем так, только свои прямые обязанности опорного полузащитника. Не более. Обратите внимание, уважаемые телезрители, что он сосредоточился только на игровых обязанностях. Обычно он всегда пытается внушить своим партнерам какую-то игровую концепцию, которую ему выдал перед матчем сэр Алекс Фергюсон. Рой Кин был в тот момент проводником его идей, и тогда действительно команда могла решать очень серьезные задачи. Хотелось бы верить, что из Роя Кина получится такой же тренер, какой был игрок Рой Кин. Он действительно мог бы стать хорошим наставником, и он совершенно правильно сделал, что принял такой клуб, как Сандерленд, который, ну, откровенно говоря, звезд с неба не хватает, но тем не менее, тем не менее, уважаемые телезрители, из него можно вылепить именно по тренерской задумке хороший клуб. Вот давайте пожелаем удачи этому начинающему тренеру. Да, пускай сейчас и 2-0! 2-0! Роби Фаулер забивает второй мяч! Вы знаете, я пока пел дифирамбо Рою Кину, Ливерпуль провел потрясающую комбинацию, но тут обратите внимание, как сыграл Роби Фаулер. Он принял мяч, а вторым касанием отправил его в ворота. Здесь, наверное, и винить-то никого нельзя, поскольку все было сыграно настолько быстро и настолько четко, что придраться не к чему. И счет уже на 41-й минуте первого тайма стал 2-0 в пользу Ливерпуля. Ну что ж, ливерпудлянцы достаточно вдумчиво подошли к этому матчу, тем более, что играют они у себя дома на Энфилд-Роуд. И согласитесь, уважаемые телезрители, по большому счету, у монкунянцев был только один момент для взятия ворот с участием дуэта Йорка. Это только в первом тайме. Что будет во втором пока непонятно, но если так будет продолжаться игра, то ливерпудлянцы совершенно запросто смогут записать себе победу в свой актив. Действительно, они не просто превосходят Манчестер Юнайтед в данном матче, а они его переигрывают. Естественно, у сэра Алекса Фервисона настроение сейчас, наверное, ниже нулевого. Ну, действительно, команда никак не может заиграть в тот футбол, в который она бы хотела. Но команда играет так, как позволяет ей соперник. А соперник в этом матче позволяет монкунянцам очень и очень мало. Вот и сейчас попытка изменить что-то в игре натыкается на яростное сопротивление ливерпудлянцев. Тедди Шерингем пытался что-то сотворить, но это его творение осталось без должной оценки. В результате мяч достался футболистам Ливерпуля. Подача в штрафную. Опять Робби Фаулер там рвёт и мечет просто. Итак, теперь ещё раз монкунянцы пытаются перейти на половину поля Ливерпуля, но у Дэвида Бэкхэма это получается ну, мягко говоря, не очень. Итак, сейчас удар от ворот. Фабиен Бартес ввел мяч в игру и футболисты Манчестер Юнайтед попробуют организовать всё-таки атаку. Почему я говорю всё-таки атаку? потому что ох, какой пас имел Хески ну, из такого положения, вы знаете, проще забить, чем не забить. Вот и Стивен Джерард, видимо, придерживается подобного мнения, поскольку выдал пас он восьмому номеру Ливерпуля. Совершенно удивительный. давайте посмотрим сейчас угловой удар. Нет, удар прошёл выше ворот. Очень жаль, но Хески в этом эпизоде был конкретно не прав, не попав в ворота. наверно тут можно было бы сыграть и на силу. Но у него это не получилось. по лицу сэра Алекса Фергюсона можно судить, что он думает об игре своей команды. Весли Браун с мячом. Перевод атаки на правый фланг и всё. Опять команда вынуждена отойти назад и ну ливерпудлянцы в данном случае очень хорошо обороняются и по большому счёту никаких возможностей у монкунианцев не возникает для того, чтобы поразить ворота хозяев пуля. Хорошо сейчас ливерпудлянцы выпутались из этой ситуации. ну и на этом всё к сожалению закончилось. Мяч уходит за боковую линию ливерпудлянцы будут вводить его в игру. ливерпудлянцы всё. Свисток на перерыв со счётом 2-0 в матче 31-го тура сезона 2000-2001 Ливерпуль обыгрывает Манчестер Юнайтед. Команды идут отдыхать и мы с вами тоже возьмём тайм-аут. Перерыв Светили устраивайтесь поудобнее мы с вами на втором тайме матча сезона 2000-2001 на стадионе Энфилд Роуд который находится в Ливерпуле в присутствии 44 806 зрителей Ливерпуль обыгрывает Манчестер Юнайтед после первого тайма со счётом 2-0 Голы забили Стивен Джерард прекрасным ударом издалека на 16-й минуте и Робби Фаулер на 41-й завершил точным ударом классную комбинацию своей команды положа руку на сердце скажу что в этом матче Манчестер Юнайтед хотя он в тот год и стал чемпионом не был похож сам на себя Ливерпуль его переиграл и технически и тактически у подопечных подопечных сэра Алекса Фергюсона не получается пока ничего за весь тайм они создали один опасный момент это никогда такого не было но не надо умолять заслуг Ливерпуля Ливерпуль возможно в этом сезоне проводит один из своих лучших матчей по крайней мере сейчас это очень и очень похоже на правду вы обратите внимание уважаемые телезрители все-таки ливерпудлянцы держат мяч так чтобы футболисты Манчестера поменьше им владели вот Робер Фаулера сейчас сбивают кстати один из героев первого тайма но не то что он забил гол а все-таки он вел за собой партнеров как капитан команды и это ему удалось в лучшем виде итак уважаемые телезрители действительно сейчас футболисты Ливерпуля пытаются забить еще но даже несмотря на наличие в составе Манчестера Дэвида Бэхэма Роя Кина Райана Дикса как-то очень и очень неудачно играет в этом матче команда но возможно это день не ее возможно как это говорилось это не день Бэхэма но тем не менее командной игры не видно видимо поэтому вот такая вот серьезная озабоченность была на лице сэра Алекса Фергюсона когда мы могли его наблюдать на своих экранах ну что ж смотрите попытка Манчестера перейти на половину поля ливерпудлянцев всякий раз терпит неудачу но здесь что можно сказать об этом да наверное только то что я сказал ранее Патрик Бергер был с мячом его позиция левого полузащитника вот вы знаете обладая страшным по силе ударом тем не менее в этом матче он не пользуется им но возможно из-за того что ему по тактическим соображениям тренера не стоит заниматься ударами а стоит именно распасовывать мяч но сейчас ливерпудлянцы опять пробили по воротам и вы знаете у фабиэно фабиэно бортезе легкой жизни я думаю не будет наблюдаться до самого окончания этого матча поскольку ливерпудлянцы очень серьезно настроились и пожалуй победу они не упустят кстати говоря помимо вот этой вот локальной неудачи манчестер юнайтед постигла еще и глобальная в сезоне 2001 2002 играя в лиге чемпионов манкунянцы играя в лиге чемпионов выбыли из борьбы уже на стадии четверть финала поэтому назвать год уж супер удачным для подопечных сэра алекса фергюсона нельзя никоим образом ну чемпионство это конечно хорошо но хотелось бы наверное достичь чего-то большего но давайте вспомним что в еврокубках манчестер юнайтед побеждал не так уж много а последняя победа в лиге чемпионов датируется сезоном 1998 99 годов вот тогда вот в этом сумасшедшем по накале матчу манкунианцы ухитрились обыграть мюнхенскую баварию это действительно был подвиг поскольку два гола в ворота Оливера Кана влетели именно на последней минуте угловой удар подают ливерпудлянцы сами Хьюпе пошел мешать вратарю а может быть и сам нанесет удар но в этот раз у ливерпудлянцев этого не получилось хотя смотрите Робер Фаулер отдает себя полностью игре и может быть еще забьет по крайней мере стремление у него к этому есть и скажем так команда его в этом стремлении поддерживает и все на этом атаке Манчестера заканчиваются вот во втором тайме уважаемые телезрители поправьте меня если я буду не прав я хочу сказать что ни одного опасного момента около ворот которые защищает Сандер Вестервелл не было но на монкунянцев это вообще не похоже поскольку они все время особенно в год своего чемпионства радовали своих поклонников красивой и зрелищной игрой здесь же зрелищную игру показывает в большей степени Ливерпуль даже не в большей а в основной степени подача в штрафную удар поворотом но вот вы знаете не стесняются ливерпудлянцы бить Джерард пытался сейчас обмануть своего визари на правой бровке но тот выбил мяч за боковую Маркус Бабель будет вбрасывать его из аута хороший бросок и все равно мяч остался под контролем ливерпудлянцев вот только сейчас они его потеряли Фил Невилл будет вбрасывать его из-за боковой вот кстати говоря воспитанник академии Манчестер Юнайтед он и его брат старший Гарри Невилл к сожалению для того чтобы закрепиться в составе в основном Манчестера ему чего-то не хватило и он перешел в Эвертон где стал капитаном команды вы знаете уважаемые телезрители возможно этот переход и стоил того но учитывая то что человек прошел все стадии развития своего именно с Манчестер Юнайтед вот на самом деле это ну по крайней мере у меня внушает какое-то ну не то чтобы расстройство а мне кажется что все таки несправедливо вот так расставаться со своими воспитанниками возможно Филу Невилу при его игре в Манчестер Юнайтед наверное нужно было может быть поменять амплуа вот и тогда тогда у него карьера состоялась бы но что случилось то случилось мы уже с вами знаем что Фил Невил заиграл причем заиграл очень неплохо в Эвертоне и конечно же сожалеть о переходе может только он сам да и то наверное испытывая какие-то может быть ностальгические чувства хотя при том что футболист должен всегда играть я думаю что от этого перехода выиграл и клуб и сам футболист ну что ж Сандер Вестервилл будет вводить мяч в игру кстати говоря голландский вратарь ну вот спрос на голландцев есть тем не менее начинал он в Твенте родился он 23 октября 1974 года даже отметился играми в национальной сборной за которую провел 6 встреч начинал он карьеру в Твенте два года он там отыграл затем его клубом стал Витес Арнем после чего два года он отыграл там плюс еще два года у него были на правах аренды и 17 декабря 2001 года нет не будет засчитан гол вне игры вне игры Дуэт Йорк возмущается но давайте еще раз посмотрим хотя вы знаете все таки насколько судья сделал отмашку здесь достаточно спорная ситуация была ну ладно мы не будем ставить под сомнение решение арбитра все таки на поле судья всегда прав если судья не прав смотри пункт первый это это самое основополагающее правило итак у него был Витес Арнем с 95 по 99 год уголкипера Ливерпуля Сандера Вестервелда а вот потом с 15 июня 99 по 17 декабря он защит 2001 года он защищал цвета Ливерпуля Коплин он был за 4 миллиона фунтов стерлингов и защищал его цвета как я уже сказал на протяжении двух с половиной сезонов а потом с 17 декабря 2001 года по 22 июля 2005 он был в реале Соседат Соседат его выкупил за несколько меньшую цену за 3 миллиона 490 тысяч фунтов стерлингов после чего он обитал еще и в аренде в Маль-Йорке после чего он вернулся в Англию как свободный агент уже в Портмух из этого клуба был отдан в аренду Эвертону ну что ж вот вам и карточка ну так конечно нельзя было играть тем более что висел на этой карточке это у него была вторая по счету Дэнни Мерфи так конечно играть нельзя очень жестко он вкатился в Манкунианце ну и соответственно теперь Венейблсу нужно будет делать какие-то перестановки в составе но я так думаю что Патрика Бергера меняют сейчас выходит вместо него Ник Барби и вместо Робби Фаулера выходит Гарри МакКаллистер ну что ж тем не менее наставник ливерпудлианцев делает все возможное для того чтобы поддержать темп игры но Ник Барби родился 11 февраля 1974 года в Холле даже отметился играми за национальную сборную сыграл он там 23 игры и забил 4 гола сейчас он находится в Холл-Сити а в Ливерпуле он провел ровно 2 сезона и ливерпудлианцы потратились на него аж на 6 миллионов фунтов стерлингов но у него на самом деле карьера начиналась в Тоттенхэме где он играл с 91 по 95 года затем в его скажем так многоклубной жизни был Миддлсбро но Миддлсбро был на год с 95 по 96 год и вот тогда-то Тоттенхэм продал его за 5 миллионов 250 тысяч фунтов стерлингов затем за 5 миллионов 750 тысяч вот цена растет как вы обратили внимание его выкупает Эвертон цвета которого он защищает на протяжении 4 лет после чего как я говорил на 2 года последовал Ливерпуль и из Ливерпуля он был продан за 2 миллиона 750 тысяч Лидсу после чего в Лидсе он был сдаваем в аренду Ноттингем Форест а на данный момент он числится в Халл Сити и так замены произошли теперь уже в составе команды Манчестер Юнайтед вышел Чедвик вместо Тедди Шерингем и Сильвестр Микаэль Сильвестр вместо Дениса Ирвина да ну наверное что-то надо все-таки делать сэру Алексу Фергюсону для того чтобы переломить ход игры пока такого перелома не намечается и здесь этой атаки не получится все возможное делают ливерпудлианцы для того чтобы не дать возможности сыграть монкунианцам так как они умеют и надо сказать получается у них это очень неплохо в этом матче подачи штрафную и здесь опять ливерпудлианцы играют очень здорово вынося мяч у них действительно вот получается так что постоянно мяч находится под их контролем вот вроде бы да территориальное преимущество есть у манчестер юнайтед а тем не менее ливерпудлианцы достаточно уверенно себя чувствуют так что это преимущество весьма эфемерная штука особенно если учесть то что команда ливерпуль в этом матче показывает ну возможно самую лучшую игру в сезоне еще одно замечание делает арбитр манкунианцем и розыгрыш углового опять не приводят ни к чему ну что ж это скорее не их вина это их беда а в этом матче конечно стандарты может быть и не значит столько сколько в остальных играх но тем не менее тем не менее их надо уметь исполнять фабьем бортес наверное впервые минут за 10 дотронулся до мяча но это связано прежде всего с тем что манкунианцы пошли в атаку им надо отыгрываться сильвестер пошел вперед и у него мяч из-под ног выбивают ну что ж уважаемые телезрители у манкунианцев можно сказать в этом матче не получается ничего очень жаль и замена пол скоулс выходит на поле вместо ники бата ну что ж может быть это замена ну да если вот так вот вратарь будет играть то манкунианцам точно не забить Дэвид Бэхэм посмотрел на мяч с таким чувством что он смог бы его достать да нет ничего подобного на самом деле очень здорово все сделали футболисты Ливерпуля хорошая подача была но к сожалению бесполезная все было выполнено здорово но передача просто не нашла адресата Гарри Макалистер бил поворотом но тоже легенда футбола можно так сказать правда не английского а шотландского но тем не менее действительно послужной список у него очень серьезный и выступал он аж до 39 лет ну посудите сами с Мантервелла он начал свою карьеру выступал там с 81 по 85 год затем в его послужном списке значится Лестер с 85 по 90 затем у него идет лиц с которым он стал чемпионом Англии причем последним чемпионом Англии первого дивизиона в дальнейшем уже разыгрывалось первенство премьер лиги с Лиц в Лице он отыграл 6 лет со 2 июля 90 года по 26 июля 96 потом он переходит в Кавентри и после Кавентри вот вы знаете на самом деле очень интересный факт в возрасте 35 лет его на правах свободного агента забирает к себе Ливерпуль но это вообще большая редкость и в Ливерпуле он играет 2 сезона после чего он отправляется снова в Кавентри и в Кавентри собственно говоря он и закончил свою карьеру а родился он 25 декабря 1964 года в Матер Уэлле в Шотландии 57 матчей за сборную ну и соответственно когда он играл он иногда забивал на его счету 5 мячей ну вот пытаются сейчас что-то сделать манкунянцы но посмотрите как здорово играет Ливерпуль настолько цепко что у манкунянцев по большому счету нет возможности даже подойти к воротам и что-то сделать около них впрочем на самом деле в этом матче незаметно все лидеры у Манчестер Юнайтед что Бекхем что Хин что Фавиен Бортез а вот у Бортеза да нет наверное проблем нет удар поворотом о-хо-хо Эмил Хески бил поворотом и едва едва не достиг цели давайте посмотрим еще раз но Хески здорово здесь поборолся вы знаете даже штангу чертнул мяч но что же Эмил Хески тоже отметился не скажу что результативным ударом но опасным ударом вот кто-то из лидеров Манчестер Юнайтед сможет взять на себя смелость и пробить нет вы знаете не получается у них но так хорошо играет Ливерпуль Дэвид Бэкком на ваших экранах и удар отворот ну что ж этот матч Ливерпуль смело может записать себе в актив действительно очень удачно провел он эту встречу я уже говорю провел поскольку видно по игре что Манчестер вряд ли что-то может предложить альтернативное команде Ливерпуль слишком она мощно смотрится в этой игре Бортес уже и сам вперед пошел Лавры Хосе Луиса Человерта не дают ему покоя в этой встрече но ни в одном из двух голов его упрекнуть наверное нельзя он действительно сделал все от себя зависящее чтобы спасти свои ворота но не получилось увы и ах такое для вратаря тоже случается что ж Фабиен Бортес он и до этого уже обладал всеми мыслимыми и немыслимыми титулами я имею ввиду конечно и чемпионство мира и чемпионство Европы а начинал он свою карьеру в Тулузе где он провел два года с 90 по 92 затем в его послужном списке был Марсель с 92 по 95 давайте не будем забывать что тогда в 93 Марсель выиграл лигу чемпионов потом в его карьере появился клуб Монако которому он отдал целых 5 лет своей игровой карьеры с 95 по 2000 год ну и затем Манчестер Юнайтед где он играл 4 года и потом снова Марсель все произошло с возвращением на круги своя скажем так по крайней мере у Фавиэна Бортеза получилось именно так ну что же до конца встречи остается порядка где-то 7-8 минут и можно уже подводить какие-то итоги а итоги в данном случае для Манчестер Юнайтед ну скажем так не очень утешительные уступили они в этой встрече по всем статьям и самое интересное здесь ну здорово вратарь сыграл Дуайт Йорк в конце матча решил вспомнить что есть такое понятие в футболе как ворота и решил их поразить но по крайней мере сейчас ему этого не удалось мне самое приятное сейчас настроение у сэра Алекса Фергюсона я так думаю что после этой игры достанется на орехи команде тем более что в тот момент команда занимала первое место но от арсенала ее отделяло достаточное количество очков и после этого команда вдруг вдруг неожиданно посыпалась просто посыпалась потому что вот к 30 туру у арсенала было 54 очка а у Манчестер Юнайтед 70 так вот в итоговом протоколе в итоговой турнирной таблице на счету Манчестер Юнайтед оказалось 80 а у Арсенала 79 вы представляете как нужно было полететь в конце сезона чтобы растерять столько очков и мы видим с вами юная английская на тот момент дарования ох какой сейчас удар мог получиться мы видим с вами Майкла Оуэна который выйдет сейчас на замену интересно вот кого он только сменит Дэвид Бэхам справа навешивает штрафную выносят футболисты Ливерпуля мяч и Эмиль Хески опять бил поворотом но как он грамотно все сделал закрыл мяч корпусом но если бы еще мяч в ворота попал вообще бы была красота и так уважаемые телезрители смотрим кого же меняет Майкл Оуэн Стивена Джерарда вот это замена я вам скажу несколько неожиданная обычно в такой ситуации каждый тренер печется об обороне а в данном случае выпущен третий нападающий но слов просто нет действительно Ливерпуль тогда мог добиться и большего и выиграть этот чемпионат но что-то ему помешало ох какой момент сейчас был у Манчестер Юнайтед и опять Сандер Вестервелт спасает свои ворота вы знаете он уже не первый раз в матче это делает и делает это ну на редкость здорово спокойно дал ему уйти за лицевую линию ну а теперь неспешно время-то идет судья конечно же добавят сколько-то к тому что уже сыграно будет к тому моменту но тем не менее много он я думаю не добавит жестких стыков во втором тайме не было и наверное если и добавят то не более трех минут ох какой сейчас подкат но на самом деле это Рой Кин но на правах капитана должен был как-то встряхнуть команду ну даже пускай таким образом но тем не менее вот Рой Кину наверное такими действиями надо было заняться несколько пораньше чем сейчас 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 поскольку времени до конца остается уже совсем немного думается мне что за такой краткий временной отрезок команда Алекса Фергюсона вряд ли сможет сравнять счет и забить победный мяч Фабиен Бартес уже выступает в роли распасовщика но получается у него это не очень впрочем за выполненные свои обязанности в этом матче наверное сложно его упрекнуть тем не менее уважаемые телезрители Манчестер в этот раз провел свой далеко не лучший матч то ли почувствовали что чемпионство близко то ли еще что-то в общем делайте выводы сами а наиболее наверное таким красноречивым свидетельством о выступлении Манчестер Юнайтед в том сезоне свидетельствует то что в лиге чемпионов они вылетели уже на стадии четверть финала команда была ну скажем так наверное на каком-то определенном перепутье манчестер ну и и вот еще одна замена ох какой удар сейчас нанесли футболисты ливеркуля он едва не залетел за шиворот бортезу но здесь повнимательнее надо иначе можно получить крупное поражение ну что ж фабиен бортез на счастье уже опустил гетры но я не знаю насколько поможет это и все уважаемые телезрители матч закончен 2-0 с таким счетом ливерпуль победил манчестер юнайтед в сезоне 2000 2001 31 марта 2001 года на этом мы заканчиваем экскурс в этот сезон с вами был дмитрий березинский до свидания до новых встреч и будьте здоровы в настоящее время в этот сезон с перчаткой остальное время на доверегии разбираем Субтитры сделал DimaTorzok